Демография – один из важнейших приоритетов в работе губернатора Игоря Рудени. За время его работы в Тверской области разработан целый ряд новых региональных мер по стимулированию рождаемости и укреплению института семьи. О достигнутых результатах в нашем сюжете. Тверская земля с самого начала активно приступила к реализации национального проекта «Демография», предложенного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, в Верхней Волжье введены региональные выплаты на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно. Для подростков из многодетных семей их размер составил 5000 рублей, для всех остальных – 3000. В целом, региональная система поддержки семей с детьми включает в себя более 20 различных мер. Вполне логично, что молодые родители позитивно оценивают работу властей нашей области, отмечая важность каждого шага. Когда сидишь в декрете с ребенком, работает один муж, естественно, приятно получать. Все-таки не хватает иногда поддержка. Большое спасибо властям Тверским. Очень хорошее спасибо властям. Очень хорошее. Родили, большой подарок выдали, помощь дали сразу, материнский капитал оформили. Очень хорошо. Спасибо. В результате за последние 4 года многодетных семей в Тверской области стало больше на 2500 или почти на треть. Особенно важно, что все чаще решения не ограничиваться одним ребенком принимают родители в возрасте от 30 лет и старше. Все больше семей, где рождается третий и даже четвертый малыш, подчеркивает главврач областного перинатального центра Людмила Гребенчакова. Попутно она отмечает большие успехи региональных властей в борьбе со снижением младенческой смертности. Здесь у нас гордость нашего региона, потому что за эти годы мы достигли вообще рекордного снижения младенческой смертности. Если это говорить цифрами, это 4 промилля. Если говорить такими общими данными, это ниже в целом, чем по России и Центральному федеральному округу. Особенно стоит отметить, что объемы поддержки семей не снизились даже в условиях пандемии коронавируса. Общая сумма средств, выделенных на эти цели из федерального и регионального бюджетов, превысила 5 миллиардов рублей. Капремонт здания по свободному 5, в котором теперь появится дворец бракосочетания, это еще одна примета демографической политики, проводимой нынешними областными властями. Ведь давно уже в Верхневоложье говорили, нам нужен такой объект. Однако дело с мертвой точки сдвинулось только сейчас, и это правильно. В конце концов, семья и зарождаться должна красиво. В том смысле, что в красивых и стильных интерьерах дворца бракосочетания.